Подготовку к отопительному сезону хотим продолжить обсуждать с нашим экспертом. Мы пригласили к нам в студию Илья Рожков, это заместитель председателя комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики. Здравствуйте, спасибо большое, что пришли. Сколько ТЭЦ по стране отремонтировали этим летом и каков теперь процент износа? Смотрите, у нас всего в стране 37 ТЭЦ в разных регионах и абсолютно на всех них проводятся ремонтные работы. Единственное, что мы можем консультировать, на Шимкенской ТЭЦ завершены ремонтные работы, на остальных еще продолжаются. Что касается износа, в настоящее время износ в среднем по ТЭЦ составляет 65%, но благодаря проводимым работам он будет снижаться и до конца текущего года он снизится до 61%. Ну, если по отдельным ТЭЦ в разрезе отдельных ТЭЦ сказать, то, допустим, Ридер ТЭЦ у нас снизится до 54%, Кентау до 65%, а Кибасовская ТЭЦ до 35%. Где работы еще ведутся? Работы ведутся на всех ТЭЦ и на всех энергоисточниках. То есть все эти ТЭЦ, это, ну, понятно, что советские годы в постройке. Какая была, ну, не знаю, в самом плачевном ситуации? Ну, на самом деле, самой плачевной ТЭЦ у нас нету. Они все у нас генерируют электрическую тепловую энергию, осуществляют поставку ее потребителям, населенные пункты. У нас ни один населенный пункт не остался без электричества, без тепла. Поэтому нельзя сказать, что какая-то ТЭЦ у нас в общем плачевном состоянии. Да, у нас средний, средний возраст это 1962 год, то есть если в среднем взять, ну, это примерно так. Ну, меня удивило, что вы считаете 65% износа это неплохо. Ну, с учетом того, что средний возраст, им около 40 лет, больше 40 лет, да, но мы стараемся поддерживать все ТЭЦ в достаточно хорошем состоянии, потому что они все обеспечивают электричеством и тепловой энергией наших потребителей, наших производственных предприятий и населения. Кто проводил модернизацию, ремонтные работы, это наши специалисты или приглашенные были? В большинстве случаев абсолютно это наши специалисты, потому что казахстанское содержание, мы придерживаемся этой позиции, поэтому в большинстве случаев это опытные местные ремонтные предприятия. Единственное, что на некоторые сложные оборудования могут привлекаться шеф-инженера именно заводов-изготовителей. Теперь давайте по финансам. Сколько на это потратили источник финансирования? Источники финансирования это, собственно, тариф на электрическую и тепловую энергию. Здесь мы говорим, что 327 млрд в тенге запланировано в этом году истратить на все ремонтные работы по всем электростанциям. В том числе из резервов правительства выделено 22,6 млрд в тенге на теплоисточники в городах Ридер, Кебастуз, Кокшитау и Кентау. Есть заемные средства? Заемных средств нет. Все за счет своего. Теперь как изменится тариф? Тариф в соответствии с поданными заявками раз в год Министерство энергетики утверждает в рамках своей компетенции, скажу, раз в год Министерство энергетики утверждает тариф на электрическую энергию по электрическим станциям. То есть обычно это происходит где-то в начале года, в январе. То есть в следующем январе, согласно поданных заявок, будут рассмотрены тарифы. Вы же примерно какие-то прогнозы делаете. К чему готовится население? В среднем можно сказать, что ежегодно порядка 15-20% происходит поднятие тарифа. Это нужно для того, чтобы обеспечить приобретение топлива, которое тоже растет. Его нужно перевести. Перевозка тоже, соответственно, растет. Как уголь, так и газ. Это топливо, соответственно, растет. Также необходимо отметить, что нужно поднимать заработную плату, собственно, энергетикам, чтобы обеспечить престиж этой профессии. И чтобы был приток кадров в энергетику. Чтобы мы имели за хорошую зарплату высококвалифицированных специалистов на ТЭЦ. Причины, почему повышать, понятно. Я пытаюсь понять, потянет ли это население. Потянет ли это население, ну, хороший вопрос. Это же не молниеносно. Это целенаправленно идет повышение тарифов. Это причины повышения я ниже писал. И последний, но самый главный вопрос. Успеем ли мы к отопительному сезону? Однозначно успеем. Мы не первый год готовимся к отопительному сезону. И примерно в северных областях отопительный сезон начинается примерно в середине сентября. К этому времени у нас на всех ТЭЦ обычно находится, имеется стартовый состав оборудования. То есть для начала отопительного сезона. Сразу оговорюсь, что на некоторых ТЭЦ мы будем продолжать ремонтные работы примерно до ноября, то есть до наступления низких температур наружного воздуха. А так, для начала ОЗП однозначно в середине сентября у нас будет состав, стартовый состав по всем ТЭЦ, по всем теплоисточникам. Хорошо, спасибо большое за то, что нашли время, пришли к нам в студию ответить на нашу вопрос. Напомню, у нас в гостях был Илья Рожков, заместитель председателя комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики.